Доктор Джордж Горбатов продолжает чтение статей из сборника, посвященного 50-летию психиатрической клиники имени Сергея Сергеевича Корсакова. Издание Первого Московского института. Москва, 1940 год. Тираж издания. Одна тысяча экземпляров. В данном аудиовидеотрезке речь идет о статье заслуженного деятеля науки профессора Михаила Осиповича Гуревича о малой психиатрии, ее достижениях и ошибках. Практика советской психиатрии, развитие вне больничной помощи, профилактическая работа диспансеров явилась основой для теоретического углубления и систематического изучения так называемых малых форм, то есть пограничных состояний, абортивных начальных и резидуальных психических изменений, не подлежащих больничному лечению, но требующих амбулаторной или санаторно-психиатрической помощи. Огромная заслуга в создании малой психиатрии принадлежит Петру Борисовичу Ганышкину, которому мы обязаны развитием этой наиболее трудной и малоизученной области нашей науки. Несмотря на достигнутые успехи, многое, однако, в этой области все еще остается недостаточно ясным и требует дальнейшего изучения, пересмотра. Тем более, что в процессе создания малой психиатрии был допущен ряд ошибок, которые изживаются лишь в самое последнее время. Здесь, прежде всего, сказались недостатки методов изучения малых форм, благодаря отсутствию в большинстве случаев дополнительных опорных пунктов для диагноза в виде неврологических, серологических данных и тому подобное, а также недостаточности клинического исследования, особенно в амбулаторных случаях, изучение и распознавание малых форм прошло или пошло по линии исследования микросимптомов, отдельных проявлений заболевания, а это способствовало частичному возврату к феноменологическому направлению, давно отвергнутое в большой психиатрии. В результате основная ошибка в теории малой психиатрии состоит в стирании границ между психозами и пограничными состояниями, между обратимыми и необратимыми процессами, между психопатиями и неврозами и, в конечном счете, даже между состояниями психической болезни и здоровья. Здесь сыграла роль недостаточная четкость понятия пограничные состояния, которые являются основной группой малой психиатрии. Это понятие ошибочно стало рассматриваться как проявление постепенного перехода от здоровья к болезни, как какой-то мост между ними, что, конечно, неправильно, поскольку при таком понимании пограничных состояний игнорируются качественные различия не только между состоянием здоровья и болезни, но и между различными группами болезненных форм и между нозологическими единицами. Пограничные состояния – это вовсе не мост между состоянием болезни и здоровья, а своеобразная группа патологических форм суи генерис. Это основное положение, клинически достаточно обоснованное, мы считаем необходимым особенно подчеркнуть. Оно является предпосылкой для целесообразного изучения малых форм. В частности, психопатии не являются мостом к психозу. Такая концепция Кречмара сразу была отвергнута советскими психиатрами, и мы на ней не будем останавливаться. Зато у нас получили распространение ошибочной концепции, которые привели к смыванию границ между психопатиями и неврозами, и, что еще хуже, между доброкачественными функциональными заболеваниями и деструктивными проградиентными психозами. Ганнушкину принадлежит замечательная книга о психопатиях, дающая наиболее законченную и стройную концепцию о пограничных состояниях и при том в их динамическом развитии. Однако Ганнушкин излишне расширил понятие психопатию, которое поглотило всю область неврозов, и даже некоторые гетерогенные заболевания, например, так называемый травматический невроз. Между психопатиями и неврозами имеется определенная грань, качественное различие. Это положение может быть обосновано теоретически и оправдано практически. Неврозы являются обратимыми, приходящими функциональными заболеваниями, психогенно и самотогенно обусловленными и характеризующимися вегетативной эмоциональной неустойчивостью и явлениями астенизации, без свойственных к психопатиям, качественных аномалий структуры психики и стойких ее дисгармоний. В отличие от психопатии, невроз ликвидируется более или менее легко в результате отдыха, изменения внешних условий и соответствующего лечения. Ссылка идет. Исключение составляет более редкие случаи конституционных невропатий в известной мире, близких к психопатиям. Их место классификации весьма спорно и является особым вопросом, которого мы здесь не касаемся. Продолжаем. Признавать всякий невроз реактивным состоянием психопата совершенно неправильно, так как невроз может развиться и не у психопатов. В частности, неврозы сравнительно часто бывают у детей и подростков и в огромном большинстве случаев бесслезно проходят. Считать всех детей невротиков психопатами было бы совершенно неправильно и необоснованно. Неврозы и психопатии различны по патогенезу, по проявлениям, по тенденциям развития, по течению, по прогнозу, различным в смысле возможностей терапевтического воздействия, а также по социальным последствиям. Остается в силе и формулировка крепелена, что в отличие от невротика психопат не чувствует себя больным. То есть болезненные ощущения не относятся к симптомам психопатии. Это точно, это правильно. Психопаты считают себя нормальными людьми. Вот. Это такое очень тонкое и правильное замечание. Если невротик страдает, если невротик обращается за помощью, то психопат, классический психопат, и их много форм. Вот. Это и параноидная, и шизоидная психопатия, и асоциальная психопатия, и эмоционально нестабильная психопатия, как импульсивного, так и пограничного типа. Это и избегающая психопатия, это и анонкастическая психопатия. Правда, анонкасты иногда и обращаются чаще. И избегающие психопатии, психопатия избегающего типа, они тоже обращаются за помощью. А вот параноидальные психопаты нет, шизоиды нет, асоциальные тем более нет. Скажем так, импульсивные тоже нет. Бардерляйн, да, обращаются, анонкасты обращаются, больные, страдающие, избегающие психопатии тоже обращаются. Ну, не часто, но обращаются. Зависимые психопаты нет, не обращаются. И так далее. Смывание границ между неврозами и психопатиями теоретически неправильно и практически вредно. Поскольку в результате утяжеляется понятие пограничных состояний и расширяются границы психопатии. Это расширение, впрочем, произошло не только за счет неврозов, но и за счет нормальных характерологических вариантов. Когда наличие тех или иных особенностей в структуре личности, часто нестойких, приобретенных экзогенным путем, определялось как проявление психопатии. Особенно у детей. В результате такого отграничения, выключения неврозов и других гетерогенных форм понятие психопатии перестает быть расплывчатым. Еще большее значение имело смывание границ между деструктивными, прогридентными психозами и пограничными состояниями. В виде курьеза упомяну, что на всеукраинском съезде в 1934 году говорили о принадлежности к неврозам в начальных стадиях органических психозов, в том числе прогрессивного паралича помешанных. Феноменологический метод здесь был доведен до своего логического завершения. Гораздо более серьезная и тягостная путаница произошла вследствие расширнения понятия шизофрении и атеросклероза за счет пограничных состояний и доброкачественных функциональных расстройств. Выделение мягкой шизофрении и раннего атеросклероза повело включение в состав малой психиатрии соответствующих тяжелых психозов и были спутаны границы между ними и малыми формами. Мы не будем здесь останавливаться на критике мягкой шизофрении, так как этот вопрос получил достаточное и правильное освещение. На втором съезде невропатологов и психиатров в 1936 году рядом авторов Осипов и другие, в том числе и мной, было указано на теоретическую необоснованность и практическую вредность такого расширения понятия шизофрении. Здесь я хотел бы лишь подчеркнуть, что позитивное разрешение данной проблемы невозможно, пока не уточнены границы малой психиатрии, за счет которой и была создана мягкая шизофрения. Более подробно я хочу остановиться на вопросе о раннем атеросклерозе. Этот вопрос тесно связан с понятием о нажитой инвалидности, выдвинутом Ганнушкиным. Концепция нажитой инвалидности была теоретически ошибочна и практически вредна, поскольку основным патогенезе заболевания считалось переутомление и поскольку предполагалась необратимость процесса, о чём, впрочем, сам Ганнушкин на основании дальнейших наблюдений отказался. Глубоко ошибается, однако, кто полагает, что вопрос о нажитой инвалидности разрешился с ликвидацией этого термина. Необходимо было установить нозологическую принадлежность тех случаев, которые неправильно обозначались как нажитая инвалидность. Так как этого не было сделано, в соответствующие случаи многие психиатры стали причислять к артериосклерозу, и таким образом теоретически отвергнутая нажитая инвалидность практически продолжала существовать под видом раннего артериосклероза. Артериосклероз заболевания, свойственного пожилому и старческому возрасту, клинически характеризуется слабоумием, очаговыми симптомами, анатомически тяжёлым поражением сосудов, очагами выпадения и мозговой атрофией. Эта в основном необратимая органическая форма была без всяких оснований отнесена к области малой психиатрии и стала широко распознаваться в молодом и среднем возрасте на основании вовсе не доказательных симптомов – головная боль, головокружение, понижение трудоспособности. И без достаточного учёта тенденции к динамике заболевания, обратимость которого может быть установлена при сколько-нибудь длительном наблюдении. Концепция раннего артериосклероза, к сожалению, получила подтверждение в работе некоторых патологоанатомов. Анечков и его школа, а также некоторые иностранные авторы утверждают, что признак начальной стадии артериосклероза – липоидные пятна – обнаруживается почти у всех детей до 15-летнего возраста и часто и в младенческом возрасте – в 63% возрасте до 3 лет. Даже артериосклероз в собственном смысле указанные авторы обнаруживают в возрасте 20-30 лет – в 19,9% всех случаев. И в возрасте 30-40 лет – в 60% случаев мы со своей стороны могли бы добавить, что у детей, погибших от инфекций и истощающих болезни, могут быть не только липоидные пятна в сосудах, но и липодное перерождение в нервных клетках коры мозга. А так как такое перерождение свойственно, как известно, старческому слабоумию, то, следуя аргументации Анечкова, мы могли бы прийти к установлению начального старческого слабоумия в младенческом возрасте. На этом примере ясно, к чему приводит некритическое, оторванное от клиники толкование патологоанатомического материала, когда переходящие изменения в связи с инфекциями и другими вредностями путают с проявлениями деструктивных процессов. Гораздо более серьезные значения имеют некоторые расхожения между патологоанатомами и клиницистами при оценке явлений мозгового артериосклероза. Во многих случаях, когда клиницисты утонавливают артериосклероз мозга, патологоанемически это не подтверждается. Это относится к обширным группам заболеваний. Клиницисты всегда выражали уверенность, что алкоголизм ведет к артериосклерозу. Патологоанатоми же это отрицают. Равным образом и распространенное мнение клиницистов о склонности травматиков к артериосклерозу опровергается многими авторами с полным основанием. Столь же неосновательное мнение, что маниакально-депрессивный психоз ведет к артериосклерозу. Эти, казалось бы, непримиримые разногласия разрешаются очень просто. Клиницисты, конечно, правы, находя у алкоголиков или травматиков сосудистые расстройства. Это неправыражимый факт, но они абсолютно неправы считающие, что всякое сосудистое расстройство относится к артериосклерозу или к сифилису. Патологоанатомы действительно не находят у большинства алкоголиков или травматиков артериосклероза, так как сосудистые расстройства при этих формах функциональны, являясь следствием нарушения сосудистой иннервации. В другой работе я подробно останавливался на клинических, физиологических и анатомических данных, касающихся сосудистых расстройств вследствие нарушения иннервации, которые я объединяю под названием вазопатий. Не останавливаясь снова на этих данных, я хотел бы здесь только подчеркнуть, что нарушения сосудистой иннервации могут привести к расстройству мозгового кровообращения и к ряду обратимых церебростенических явлений. Головные боли, головокружение, плохой сон, повышенная истощаемость, снижение работоспособности. Эти симптомы служат основанием для неправильной постановки диагноза артериосклероза. В данном вопросе совершенно согласен с доктором Гуревичем. Действительно, в рамках, скажем так, депрессивных, тревожно-фобических расстройств очень часто встречается эта симптоматика. Головные боли, головокружение, нарушен сон, повышенная истощаемость, снижение работоспособности. Причем у молодых людей, естественно, в данном возрасте говорить о том, что эти симптомы входят в структуру атеросклероза сосудов мозга или вообще тотального атеросклероза распространенного. Конечно, это неправильно. Что же представляют собой эти случаи вазопатии с точки зрения этиологии патогенеза? Скажем так, вазопатии, вот понятие доктора Гуревича вазопатии, это по сути дела то, что в настоящее время называют вегетососудистой дистонии, а сейчас еще более современной, психо-вегетативной симптоматикой, психо-вегетативной симптоматикой, то есть нет ни одного, скажем так, душевного расстройства без вовлечения, скажем так, в сосуды. Почему? Потому что сосуды иннервируются вегетативной нервной системе, а в любом душевном расстройстве, то ли в рамках психопатии, то ли в рамках неврозов, если такие вообще остались еще, то ли в рамках тревожнофобических расстройств, тревожно-депрессивных расстройств и так далее и тому подобное, обязательно, обязательно нарушается вегетативная иннервация сосудов и вся эта симптоматика вот ни в коем случае не имеет никакой связи с атеросклерозом, особенно у лиц молодого возраста. Поэтому я согласен. Я не знаю, ну, можно или нужно ли сейчас говорить о вазопатии, а о вегетососудистой дистонии или, значит, о психо-вегетативной, значит, дисфункции. Естественно, говорить можно. Ганнушкин, описывая нажитую инвалидность, кстати, нажитая инвалидность, значит, профессор Ганнушкин в 26-м году, я уже где-то это говорил, повторю кратце, значит, описал, что в 26-м году такая редкая работа. Значит, он описал, что у партийно-хозяйственного актива, прошедшего горнила, революции, каторги, ссылки, гражданской войны и после военного, значит, строительства, когда они много и, значит, и ненормированно работали, бессонные ночи, недоедания, стрессы и так далее и так далее. Значит, развивались, значит, симптомы, как он называет, вот, нажитой психической инвалидности, то есть у них, значит, ну, происходило то, или, значит, возникала та симптоматика, которая возникает, ну, скажем так, вот, у пожилых людей, значит, у которых развивается атеросклероз сосудов головного мозга. Ну, и он, естественно, приписал, значит, вот эту, так сказать, то, что он назвал нажитая психическая инвалидность, там и падение работоспособности, и трудоспособности, и нарушение сна. Ну, скажем так, это можно было всунуть и в неврастынию, это можно было всунуть и в современное понятие о синдроме выгорания, бюрнаут-синдром и так далее, и так далее. Значит, Ганнушкин, значит, придавал, значит, вот этой симптоматике, значит, или считал, значит, о том, что она имеет органическую природу, органическую природу, а раз органическая природа, то и, естественно, она не восстанавливается. Потому что одно дело, когда имеются головные боли, головокружение у молодых людей, страдающих тревожно-фобическими, тревожно-депрессивными расстройствами, значит, как только они выходят из этого состояния, то вся эта симптоматика исчезает. Они опять становятся работоспособными, трудоспособными, у них исчезает эта психовегетативная симптоматика и так далее, и так далее. А Ганнушкин считал, вот, значит, опять же, базируясь на контингенте, это партийно-хозяйственного, так сказать, вот, работников, причем они тоже не были стариками, это были относительно молодые люди, ну, там, до 30, до 40 лет. Значит, он считал, что это уже инвалидность, почему? Потому что инвалидность дается в тех случаях, когда, в принципе, исключается выздоровление. И когда он это написал, естественно, его прокритиковали, причем в партийной печати, вот, у него были крупные неприятности. Но я думаю, что причиной было не, скажем так, научные споры или научное несогласие с его концепцией, а, скорее всего, это, значит, причина лежала в том, что, значит, таким образом он как бы дискредитировал работников советской власти, этого соваппарата, хозяйственного аппарата, коммунистов и так далее, и так далее. То есть тут надо рассматривать, скорее, значит, такой политический мотив, чем научные споры или научные споры. Естественно, потом Ганнушкин покаялся, и он, значит, написал статью о том, что, да, он ошибался, и что при соответствующих условиях, значит, симптоматика может регрессировать и исчезнуть, и восстанавливаться работоспособность. И так далее, и так далее, и тому подобное. Но я все-таки думаю, что Ганнушкин был прав. С моей точки зрения Ганнушкин был прав. Там действительно, скорее всего, вот, как я это понимаю, вот, я высказываю свою личную точку зрения, что под, скажем так, нажитой психической инвалидности у лица среднего возраста, там, конечно, не было молодежи, хотя и молодежи было. Скажем так, вот Павел Корчагин, вот хорошо описано, как закалялась сталь. Ведь Павел Корчагин, будучи молодым человеком, превратился в, ну, скажем так, вот, если выражаться словами или терминологией профессора Ганнушка, то он как раз и получил нажитую психическую инвалидность в какой-то мере. Там, конечно, травматические были моменты, у него травмы были, вот, прямые там спинного мозга и так далее, и так далее. Вот, значит, вот о таких людях, как раз Ганнушкин писал, но с моей точки зрения, я считаю, что он был прав. Все-таки там речь шла об органических изменениях в сосудах, не о вазопатиях и не о вегето- или психовегетативной дисфункции, о которых пишет вот профессор Гуревич. Значит, он и не может иначе писать. Почему? Потому что эта теория Ганнушки, она была в пух и прах разбита и, в общем-то, была признана политически вредной. С моей точки зрения, конечно, конечно, это люди, которые жили в условиях лишения, недоедания, недосыпания, колоссальнейшего стресса, инфекции, кстати, перенесенные инфекции. Значит, в годы Гражданской войны бушевалы и испанский грипп, и, значит, сыпной тип, и целый ряд других заболеваний. Естественно, все это сказалось и на сосудах, то есть атеросклероз, естественно, потому что все это и недосыпание, и недоедание, и переработка, и инфекции, и травмы, как психические, так и физические, естественно, они способствуют раннему возникновению раннего артерия или атеросклероза, в том числе и сосудов головного мозга. Вот, поэтому он, конечно, был прав, но он вынужден был, и, естественно, когда, значит, в рамках атеросклероза, так будем говорить, о нажитой психической инвалидности, появляется вот такой целый ряд симптоматики, значит, со снижением работоспособности, ухудшением памяти, нарушением сна и так далее, и так далее, то это процесс. Это процесс, он не регрессирует и не восстанавливается. Восстанавливается только вот в рамках у молодых людей, или даже у людей 30-ти, даже 40-летнего возраста в наше время, ведущих обычный нормальный образ жизни, не такой экстремальный, как описывал, скажем так, Ганнушкин у своих пациентов, значит, работающих в сфере, скажем так, советов, коммунистической, хозяйственной и так далее, и так далее. Значит, актив. Там, конечно, человек выходит из депрессии, человек выходит из тревожно-фобической его декомпенсации, и всё у него, всё восстанавливается. А, значит, у того контингента, который описывал Ганнушкин, с моей точки зрения, он был совершенно прав, но он вынужден был, значит, отказаться и сказать, что и регресс возникает, что может восстановиться и работоспособность. На самом деле, при раннем... Скажем так, вот то, что описывал Ганнушкин, можно было назвать ранним церебральным атеросклерозом. Точка. Баста. Так. Это моя точка зрения. Ганнушкин, описывая, нажитую инвалидность, упоминает, что в анамнезе его больных обычно отмечались травмы, интоксикации, инфекции и другие экзогенные вредности. Правильно подметив этот важный факт, он, однако, не придал ему должного значения в этиологическом отношении, ставя акцент на переутомление. Однако, изучение соответствующих случаев показало нам, с несомненностью, что именно эти экзогенные вредности, отмечаемые в анамнезе, являются причиной заболевания. Ну, совершенно верно, я об этом говорил. Особенно точно это можно доказать в отношении травм. Клинически в этих случаях отмечаются посттравматические резидуальные явления, доказывающие травматическое происхождение заболевания, вазомоторные, вестибулярные расстройства, околостатический феномен, повышенная истощаемость, особенности течения болезни, иногда эпилептииформные симптомы. Экспериментально и патологоанатомически установлено, что при сотрясении мозга поражается преимущественно стволовая часть, чем и объясняется нарушение вазомоторной иннервации, вестибулярного аппарата и околостатики. При алкоголизме и в некоторых случаях тяжелых инфекций имеются аналогические изменения, приводящие к вазопатии, аналогичной и соответствующей церебро-стенической симптоматике. При всем разнообразии теологических моментов, обуславливающих вазопатии, можно говорить об известном их единстве, в смысле экзогенного происхождения и в смысле локализации изменений вазомоторных механизмах, своловой части мозга. Несмотря на то, что тенденция заболевания до некоторой степени различна, в зависимости от особенностей патогенеза, функциональной природы вазопатии, отсутствие деструктивных изменений определяет обратимость соответствующих расстройств, что и оправдывает предполагаемое нами изменение терминологии функциональной вазопатии вместо артериосклероза, хотя бы и раннего. А вот тут я не согласен с доктором Гуревичем. Как раз все это, и инфекции, и травмы, и недоедание, и переработка, и недосыпание, все вместе, все вместе, и стрессы, конечно, они привели к изнашиванию сосудов и к, скажем так, к атеросклерозу, раннему атеросклерозу. А уже, значит, в зависимости от того, насколько степень церебрального атеросклероза была выражена, то уже, конечно, присоединялось и вторичные изменения. То есть, значит, появлялись органические изменения, микроорганические изменения в веществе головного мозга. Но все же таки, все же таки, начальным моментом это была не вазопатия, а все-таки ранний атеросклероз. Я в этом убежден. Так, при всем разнообразии, так это мы читали, да, это я читал. В связи с этим и в нашей концепции вазопатий основным пунктом является их четкое ограничение от артериосклероза. Вазопатиям, в отличие от артериосклероза, несвойственные очаговые выпадения, инсульты, стойкое слабоумие. При них не бывает оскуднение двигательной сферы в виде экстрапирамидных симптомов, бедности выразительных движений, автоматизмов, мышечной ригидности. Несвойственные артериосклерозы только подвижности психических процессов, неспособности к переключениям, к одновременным действиям. С другой стороны, при мозговом артериосклерозе не наблюдается большой вегетативной симптоматики, характерной для вазопатии. Ну, скажем так, для вегетососудистой диспании. Мне кажется, что тут автор этой статьи путает два понятия. Все-таки контингент, описанный доктором Ганушкиным, это совсем другой контингент. То есть, скажем так, то, о чем говорит автор этой статьи и то, о чем писал Ганушкин, это разные, разные, абсолютно разные процессы. Абсолютно разные процессы. Почему? Потому что то, о чем пишет автор статьи, это, по сути дела, то, что в современном понимании можно отнести к так называемой вегетососудистой или психовегетативной дисфункции, но таких отдельных нозологических единиц нет. То есть, они возникают в рамках тревожнофобических расстройств, в рамках тревожно-депрессивных расстройств, в рамках неврозов, скажем так, если вообще эти неврозы... И, естественно, что в этих случаях они обратимы с исчезнованием основного процесса, с выходом из статуса повышенной тревоги, с выходом из тревожной депрессии или депрессии. Естественно, вся эта симптоматика психовегетативно исчезает. А в случае, который описывал Ганнушкин, с моей точки зрения, там несколько речь идет о другом. Поэтому он и говорит о нажитой психической инвалидности. Почему? Потому что он видел, что регресса не было и возврата к норме не было. Почему? Потому что, скорее всего, конечно, об этом Ганнушкин я уже не помню. Я вот начитаю эту статью и освежу в памяти и читатели, значит, поймут, о чем речь идет. Скорее всего, Ганнушкин все-таки полагал, что это атеросклеротический процесс ранний. У людей относительно молодых, там, от 30 до 40 лет, прошедших годы лишений, недоедания, инфекций, травм, стрессов. И поэтому он был прав, когда он говорил, что это нажитая психическая инвалидность, поскольку инвалидность предусматривает, что это необратимый процесс. И возвращения к норме не бывает. А то, о чем пишет автор этой статьи, которую я сейчас, вот, Гуревич, доктор Гуревич, вот, он говорит о совсем другом. Он говорит, вот, о случаях, о которых я уже только что упомянул. Это тревожнофобические расстройства, это депрессивные, тревожно-депрессивные, депрессивные расстройства. То есть, обратимый, там, где нет атеросклероза, там, где нет органического поражения в сосудах. И поэтому вся эта симптоматика с выходом из основного заболевания, с возвращением к норму, к выздоровлению, она исчезала. Вот так я могу, значит, прокомментировать. Ну, а что касается, значит, какую природу или какой патогенез вкладывал Ганнушкин, вот, я сейчас сказать не могу. Вот, когда я буду зачитывать, вот, а может быть, и вот сейчас и зачитаю эту статью. Вот, значит, мы узнаем, когда я освежу, а вы прослушаете, значит, полностью эту статью. Думаю, что речь идет о двух заболеваниях. Ганнушкин был прав по-своему, и доктор Гуревич тоже по-своему прав. Но ошибка заключается в том, что Ганнушкин говорил об одних случаях, об одном заболевании, а Гуревич говорит о других. Так. Ганика, то, скажем так, вазопатия или психовегетативная дисфункция – это, естественно, функциональные расстройства сосудистой системы. Вот вам и все. Вазопатиям, в отличие от атеросклероза, несвойственные очаговые выпадения, инсульты, стойкое слабоумие, правильно, при них не бывает оскуднение двигательной сферы в виде экстрапирамидных симптонов, ну, скажем так, паркинсонизма или паркинсоноподобных симптоматики неврологической. Несвойственная артеросклероза, тугоподвижность и психических процессов. То есть, все это есть, но кратковременно, во время существования острого процесса, скажем так, тревожного заболевания или депрессивного. Как только человек выходит из-за этого заболевания, у него все это еще, а при атеросклерозе это остается, более этого не только остается, но и нарастает. Вот я не знаю, что хочет, значит, сказать доктор Гуревич, наверное, значит, он имел в виду следующее. Он, конечно, должен критиковать доктора Ганнушкина, почему, потому что такая была установка, вот, но, скорее всего, он критикует другое. Он, значит, имел в виду то, что очень многие психиатры тогдашние, они, значит, относили за счет раннего артериосклероза, значит, то, что мы в настоящее время, значит, считаем как проявлениями психо-вегетативной дисфункции в рамках тех или иных душевных расстройств. Вот и все. С другой стороны, при мозговом артеросклерозе не наблюдается большой вегетативной симптоматики, характерной для вазопатов, ну, не будем, вазопаты это, значит, и для нашего читателя будет неполятно, скажем так, для психо-вегетативной дисфункции в рамках, в рамках, я опять повторяю. По течению вазопатии отличается от артериосклероза возможностью быстрого развития, правильно, а не быстро, например, после травм, инфекции и обратимостью расстройств при наклонности, однако, в некоторых случаях фиксации болезненных явлений. Но вот если болезненные явления фиксируются, значит, это уже такие органика, это уже такие органика, это уже нельзя говорить о функции, это уже нельзя причислять к, скажем так, психо-вегетативной дисфункции в рамках тревожно-расстройств, депрессии и так далее, и прочих душевных расстройств. Значит, видите, тоже какая-то несогласованность. Мало того, можно сказать, что если артериосклерозу свойственно прогрегиентное течение, то есть я бы говорил так, что речь может даже не надо говорить об атеросклерозе, а об органических функциональных расстройствах. Вот, это будет вернее, а не зацикливаться на артеросклерозе. Атеросклероз, да, это органическое заболевание сосудов, приведшее к органическим изменениям в веществе головного мозга. А мы будем говорить, отбросим в сторону, скажем так, почему, потому что травма это тоже органика, если хорошая травма с выпадением, это тоже органика, если инфекция, это тоже органика, скажем энцефалит, менингит, это органика. Там имеются органические, так сказать, повреждения, нейроанатомические, морфологические, поэтому давайте не будем говорить об атеросклерозе и психовегетативной дисфункции в рамках душевных расстройств, а будем говорить о вот именно дисфункции, дисфункции, сама дифункция и говорит о том, что это функциональное расстройство, обратимое. А органика, органика, это уже необратимое. Ну, я думаю, мы разобрались и понимаем, о чем говорит доктор Гуревич в данном случае. К симптоматике течения вазопатии констатируется зависимость от патогенетического экзогенного фактора, в отличие от артериосклероза с его самостоятельным и определенным ходом развития. Различие между патологоатомической картиной вазопатий, то есть вегетососудистой дистонии и артеросклероза понятно само собой. При вазопатиях мы не находим склероза сосудистых стенок, констатируем признаки нарушения мозгового кровообращения и микроструктурные изменения в стволовой части мозга, и не только в стволовой, а и в коре головного мозга, являющиеся резидуальными последствиями экзогенных поражений, не имеющими проградиентного характера. Вазопатии или вегетососудистые дистонии, психовегетативные дисфункты, являющиеся следствием нарушения иннервации мозговых сосудов, следует отличать от экзоцеребральных расстройств мозгового кровообращения, связанных с заболеванием почек, сердца и т.д. Экзоцеребральные сосудистые расстройства находятся в зависимости от соответствующих заболеваний внутренних органов и не обнаруживают закономерности, свойственных церебральным расстройствам сосудистой иннервации. Ссылка. Все тут в ссылке. Следует далее. Четко отграничивать вазопатии от неврозов. При первых имеются церебральные симптомы, связанные с расстройствами мозгового кровообращения, что не свойственно неврозам. Повышенная утомляемость, церебростинея, вазопатов, носят, хотя и обратимый, но более стойкий характер. При неврозах же явления более лобильны, зависят от психогенных влияний, изменчивые и неустойчивые. Тут я не согласен с доктором Гуревичем. Почему? Потому что это, по сути дела, одно и то же. Я и упоминаю, что это вазопатия или вегетососудистая дистония или психовегетативная дисфункция. Она находится в рамках того, чего доктор Гуревич называл неврозами, а мы называем, скажем так, невротические расстройства, куда входят тревожные, тревожно-фобические, тревожно-депрессивные, навязчивые расстройства и так далее и тому подобное. Ну, и путаница идет. Так, хорошо. Продолжаем. Психовегетативной дисфункции. И выводя его из пределов малой психиатрии, как тяжелое органическое заболевание, мы суживаем понятие артериосклероза. Ну, скажем так, психовегетативную дистонию, психовегетативную дисфункцию в рамках, уже не говорю чего, мы не можем вывести из малой психиатрии. Это как раз и есть проявление малой психиатрии. Резюмируя сказанное, мы считаем нужным отметить, что в области малой психиатрии в настоящее время накопилось достаточно данных для более четких, разграниченных, отдельных форм. Здесь, как и в других областях психиатрии, должно быть покончено с феноменологическим направлением. Клиника малых форм должна опираться на всесторонние исследования больных, на изучение патогенеза, тенденции и течения заболеваний. Это дает возможность избежать смывания границ между различными заболеваниями, что являлось до сего времени основной ошибкой малой психиатрии. Однако критическое рассмотрение современного состояния малой психиатрии нисколько не мешает признанию тех крупнейших достижений, которыми мы обязаны творцу советской малой психиатрии Ганушкин. Ну да, вначале прокритиковал, но понятно, почему прокритиковал. Понятно. А в те времена нельзя было и иначе. И с другой стороны он понимает, порядочный человек, он говорит, с одной стороны, да, имелись ошибки у Ганушкина, а с другой стороны, мы не можем отрицать, признавать достижения тех крупнейших достижений, которые мы обязаны творцу советской малой психиатрии Ганушкин. Благодаря ему мы располагаем в настоящее время тем богатым материалом, который составляет содержание малой психиатрии. Требует ли их наших дальнейших усилий для детального его изучения и разграничения? То есть это называется и волки сыты, и овцы целы. Все. Хорошо. Вот такая интересная статья. Ну, которая, естественно, интересна в чем? Что она там немножко политизирована, естественно, она должна учитывать и политическое влияние, и воздействие. Вот. Скажем так, да. А с другой стороны, с другой стороны, она просто определяет. Она действительно права, потому что объяснять все атеросклерозом или органическими изменениями в сосудистой стенке у больных, страдающих и депрессиями, и тревожнофобическими, это, конечно, неправильно. Там мы не находим никакого атеросклероза. Но, конечно, в основном, тут был и научный аспект, то есть ограничение органики, органического поражения сосудов у молодых людей. То есть, вот нужно подчеркнуть, не у пожилых, не у стариков, а у молодых, 20, 30, 40 лет, до 40 лет, то, о чем писал Ганнушкин, когда он писал эту свою статью. Значит, тут, конечно, имеется политический мотив, но ограничение, да, это уже научно-психиатрически, действительно, нечего путать. Божий дар с яичницей, то есть атеросклероз с психовегетативной дисфункцией в рамках тех или иных душевных расстройств. Хорошо. На этом я завершаю чтение этой статьи. А вот для интереса я вот сейчас, вот, следующее мое чтение будет посвящено работе Ганнушкина. Вот, оно же и той психической инвалидности, что-то по горячим следам. Хорошо. Заканчиваю и прощаюсь. До свидания.